МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Главная тема сегодня – дороги, которые мы ремонтируем. В Рязани идут круглосуточные работы на Московском шоссе. Град и куча преград. Рязанцы пытаются выяснить, с кого спросить. За ущерб от нежданного негаданного града, который атаковал город на прошлой неделе. Наконец-то! Рязанская областная дума законом ввела запрет на пикельные забегаловки. Но начнем с затора недели. Последний уикенд этого лета начался грандиозной пробкой на Московском шоссе. С утра даже пошли слухи. Рухнула опора моста при въезде в центр. Но, слава богу, ничего экстраординарного не произошло. Срочный дорожный ремонт, не более. Но, если серьезно, то рязанские власти заранее предупредили горожан. Ремонт шоссе должен быть завершен к первому сентября. А тут дожди. Потому и работы идут круглосуточно, чтобы выдерживать график. До этого строители трудились по ночам. К сведению водителей, чтобы не очень уж ворчали. При ремонте на Московском используется сверхпрочное покрытие с зарядом гранитного щебня. Так что новая дорога должна быть и ровной, и прочтой. Ну, надо сказать, водители относятся к временным помехам с пониманием. Во-первых, ремонт есть ремонт. Во-вторых, как сделают, так и ездить будет удобнее. В этот четверг рабочий объезд Московского округа совершил рязанский губернатор Олег Ковалев. Подробнее в репортаже Глеба Галушкина. Сначала губернатор Олег Ковалев ознакомился с ходом дорожно-ремонтных работ на участке Московского шоссе длиной почти 4 километра в сторону Дягилева. Глава региона отметил качество выполнения работ, но добавил, что необходимо уделить внимание как съездам с дороги, так и нанесению долговечной разметки. Несмотря на ряд претензий, которые я высказываю, и я думаю, что это и правильно делаю, к качеству работ там и к культуре производства, значит, все-таки дорога получится неплохая. Она будет сделана с разметкой, она будет сделана по долговечным технологиям, и я думаю, что то, что сейчас рязанцы испытывают трудности с проездом там и так далее, это все проходящее. А дорога будет, когда сделана, она даст большое удобство и больше экологичности, будем говорить так. Далее Олег Ковалев побывал в 115 детском саду. Сейчас здесь заканчивается реконструкция, и благодаря проведенным работам вместительность данного детсада увеличится примерно на 100 мест. К середине сентября детский сад 115 начнет работать, значит, там будет дополнительно 5 групп по 20 человек, это 100 человек, 100 мест дополнительно получат. Ну, а те, кто там уже посещал, они уже придут в более свежие помещения, в более такие уютные и отвечающие современным требованиям. Это тоже хорошая тема. Сейчас я дал поручение с тем, чтобы в целом вот федерация, федеральный бюджет готов мне уже в этом году добавить денег на те проекты, которые мы можем реализовать еще в этом году. Сейчас буду вечером сегодня смотреть, значит, какие еще детские сады делать, но уже мы начинаем думать о том, чтобы смотреть эту проблему точечно там, где есть напряжение с нехваткой мест. Значит, сейчас не во всех уже районах есть такие напряжения, значит, поэтому и в следующем году достроим еще детские дошкольные учреждения. Далее глава региона посетил Комсомольский парк, где встретился с жителями микрорайона, которые некоторое время назад защитили свой сквер от попыток застройщиков возвести здесь бизнес-центр. Постепенно парк силами местных жителей приводят в порядок. Сейчас его огородили забором и установили новую детскую площадку. В планах проложить пешеходные дорожки с освещением и установить скамейки. Губернатор попросил чиновников муниципалитета учитывать мнение жителей. Люди правильно настаивали на создании парка. Единственное место, где, наверное, можно создать такую зеленую зону. Самое главное, чтобы с самого начала мы ее начали делать квалифицированно, правильно, с зонированием, со всеми теми возможностями, которые дают возможность полноценного отдыха и полноценного использования таких зон, как парковые зоны, скверы. Я думаю, что по итогам сегодняшней встречи люди много наговорили, пожеланий. Я вижу, что и дворы здесь надо делать, я вижу, что ряд дорог надо делать здесь. Значит, все это будет включено в определенные программы. То, что люди наговорили, на днях я проанализирую все, что у меня мои помощники записали и проведу соответствующее совещание с выдачей поручений различным ведомствам и структурам правительства и городским властям. Далее Олег Ковалев около часа общался с жителями московского микрорайона и пообещал, что ни одна их жалоба не останется без внимания. Также в четверг губернатор провел совещание, где обсуждались перспективы комплексной застройки микрорайона Дашково-Песочно. В этой встрече принимали участие руководители высшего звена, представляющие городскую исполнительную власть, строительный комплекс и архитектуру. Глава региона каждому нашел, что сказать, причем начальникам пришлось попотеть. Губернатор в ходе совещания был весьма строг. Совещание по итогам рабочей поездки губернатора Олега Ковалева по Дашково-Песочне больше было похоже на разнос. Сразу же глава региона заявил чиновникам муниципалитета, что четкого механизма комплексного развития этого района Рязани он от них пока так и не дождался. Механизм застройки микрорайона, он отсутствует вообще напрочь. Есть микрорайон, есть план детальной планировки, есть генплан. Каждый застройщик знает, сколько жилых домов он должен построить в микрорайоне и так далее. Но, к сожалению, нет главного. С чего он должен начать и каким домом он должен закончить. В результате получается, через полосица. Сегодня этот дом построен, завтра через грязь, через мусор еще один дом построен. Людям негде идти, тротуаров нет, дорог нет, все это не обустроено. То есть нет системности в этой работе. Нет правильной градостроительной политики. Глава региона жестко раскритиковал подход рязанских чиновников к работе с застройщиками. Яркий пример строящийся многоквартирный дом на улице Шереметьевской. Вот дорога, да? Вот стоит забор вдоль дороги, да? Значит, кто спрашивал с этого застройщика, чтобы забор был отступлен два метра от дороги, выполнен тротуар в дереве с навесом закрытым, чтобы люди могли, и с освещением, чтобы люди могли перемещаться из тех домов, которые построены, сюда к остановке. Что для этого надо? Ярастов, скажи. Кто нужен? Нужен Артемов тебе? Или кто? Или я тебе нужен? Почему не сделано? Почему не сделано? Почему застройщик прям в дороге поставил забор, а дальше власть с людьми пусть разбирается, пусть люди власть грызут, рычат, кусают, тратят свои нервы? Так разве работает? Олег Ковалев потребовал от чиновников, чтобы расположение объектов социальной инфраструктуры, например, новых детсадов, было максимально удобным для жителей. По ряду вот этих вопросов я уже давал поручение. Значит, хочу сказать следующее. Если я на эти поручения получу отписку, и убежусь, что это отписка, можете эту отписку направлять мне вместе с заявлением о добровольном уходе с работы. Вам нужна встряска, ребят. По-другому надо относиться к городу, иначе другие люди будут работать на ваших местах. Прямо вам говорю. Просто будут работать другие люди, которые будут исповедовать другие подходы во взаимоотношениях власти и застройщика, власти и бизнеса и так далее. Также на совещании обсуждался вопрос о строительстве торгового центра на Шереметьевской улице в районе Дубовой аллеи, которую экологи и местные жители отстаивали прошлой зимой. Губернатор отметил, что план надо пересмотреть, чтобы здание не стояло близко к деревьям. Также Олег Ковалев дал указание разработать трехлетнюю программу по благоустройству песочинских парков и скверов. К другим темам. Хризанцы, чье имущество пострадало от града, собирают справки для последующего получения компенсации. Обычно тихое помещение гидрометцентра буквально гудит. Каждому владельцу побитого градом авто требуется окончательная бесповоротная бумага, что сильный град был таки вечером прошлой пятницы в некоторых районах столицы области и на ее окраинах. Кстати, стоит такой вселенский документ немало, более 600 рублей. Из Рязанского гидрометцентра материал Оксаны Себенихиной. Многих рязанцев град застал врасплох. По-другому и не скажешь. Ведь для нашего региона такой форс-мажор является редкостью. И так как единственной организацией, выдающей справки, подтверждающей природные катаклизмы, является гидрометеоцентр, соответственно, очереди там, как говорится, не протолкнутся. В настоящее время, вот за последние три дня, к нам обратилось около 400 человек. Я считаю, что для нашего города и области это ущерб огромный. Еще о машинах и напастях, но уже другого рода. Рязанские полицейские раскрыли серию угонов автомобилей. Особенность преступлений была в том, чтобы воришек интересовали поддержанные, недорогие авто. Главным образом, отечественная классика, на которую и сигнализацию-то никто не ставил. Взяли злоумышленников с поличным, и тогда выяснилось, что на дело ходили подростки. Высмотрев машину во дворе и улучив удобный момент, юные автоворы попросту откатывали добычу подальше, кое-как заводили и приступали к следующему этапу операции – сдачи старушек российского автопрома на металлолом. Машины курочили в глухом месте, и пропадало четырехколесное имущество бесследно. Организовал подростковую группировку некий старший товарищ. Он же руководил, наставлял, разъяснял и советовал. Прямо криминальный Макаренко, да и только. Но и самих пареньков обманутыми ангелочками не назовешь. Несмотря на юные годы, они уже познали, что это за экзотика такая – нара и параша. Я своей отец сидел два года. А сколько тебе лет? 15. А за что тебе два года дали? Угон. Теперь, обещают полицейские и наставнику авторитету, и малолетним исполнителям придется продолжить тюремное образование. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить». Итоги недели далее в нашем эфире. Наконец-то Рязанская областная дума законом ввела запрет на пятийные забегаловки. Наши не берут. Жители Азербайджана судили за попытку дать взятку. И кому? Ну, а рязанскому полицейскому. Бомби, да знай меру, правоохранители провели рейд по таксистам, работающим без лицензии. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу. На этой неделе Рязанская областная дума приняла решение, которое, по крайней мере, звучит как историческое. Предыстория такова. В начале августа на заседании правительства области губернатор поручил провести комплексные проверки рюмочатых, расположенных в жилых домах. Олег Ковалев тогда обратился и к силовикам, и к городским властям с тем, чтобы оперативно и эффективно провести необходимые мероприятия. Немногим позже на освещании с заместителями председателя правительства области и руководством Рязани губернатор дал поручение об ужесточении регионального законодательства, регулирующего организацию работы рюмочных, а также преобразованных из них предприятий общественного питания. И все это правильно, долгожданно, тем более, что во всей станции, да в том числе и к нам в редакции, регулярно поступают жалобы рязанцев на, так сказать, пьяные точки. Вот уже несколько лет в доме номер 5 по улице Вторые Бутырки работает питейное заведение с вполне культурным, даже сказочным названием – лесная избушка. Впрочем, посещают данную забегаловку отнюдь не добрые волшебные персонажи, а личности весьма и весьма маргинальные. Жители микрорайона жалуются на творимые ими безобразия в своем дворе. Рядом детская площадка, детский садик. Здесь у нас постоянно находятся пьяные мужчины, которые дерутся. И был такой инцидент, 19-го числа у нас двое мужчин напали на ребенка. Рядом с рюмочной находится недавно построенная детская площадка. Сюда поиграть в футбол приходят все окрестные подростки, а для малышей есть качели и карусели. Однако пьянчуги облюбовали детскую площадку для своих нужд – и больших, и малых. Родители ребят, мягко говоря, крайне недовольны соседством с рюмочной. У меня сын – подросток. И мне бы, если честно, не хотелось, чтобы он все вот это рецентрил и пополнил ряды вот этих же алкашей. Потому что сейчас сами знаете, что подростки очень податливые. Кто-то где-то налил, кто-то где-то там добавил, взял в компанию. Вот, и естественно, от этого один шаг до преступления. Людям жить невозможно. Рядом детская площадка, рядом хоккейная площадка. Это сколько здесь, девчат? Наверное, метров пять? Ну, рядышком все. И все это безобразие, вот всю эту пьянь ведут наши дети. Детей ведут в детский сад с утра, они уже все здесь. Ну, я не знаю, что еще сказать. Вот это безобразие надо прикрывать. Жильцы домов со вторых бутырок уже написали несколько писем в различные инстанции с требованием избавить их от соседства с такой страшненькой лесной избушкой. Ответа, как это вводится на Руси, они не дождались. Хотя только за последний год от местных властей горожане несколько раз слышали обещание ужесточить законодательство в отношении разного рода рюмочных и закусочных, которые уже давно превратились в места сборищ асоциальных элементов. А добропорядочные граждане в избежании инцидентов попросту вынуждены обходить эти места стороной. Но сдаваться люди со вторых бутырок не собираются. Они и дальше намерены бороться за выселение питейного заведения и надеются в этом на поддержку государственной власти. И еще, алкоголь в таких заведениях крайне редко бывает высокого качества. Это, мягко говоря, фальшивая водка льется рекой. Она ж пьющий человек и после настоящей может вытворить такое, что остолбенеешь. Полицейские с поддельным пойлом, конечно, воюют, но с переменным успехом. Никак не могут успокоиться любители легкой наживы. И ладно бы она законной была, так ведь под статью ребята готовы идти. В поселке Искра был задержан автомобиль, набитый пластиковыми бутылками, наполненными алкоголем. Гражданин, перевозящий спиртосодержащую жидкость, поясняет, что купил ее для себя. Однако, по имеющейся оперативной информации, гражданин намеревался сбыть ее в ресторан города Рязани. Сомнительную жидкость у водителя 14-й изъяли и отправили на экспертизу. Что его ждет, догадаться несложно. 200 литров паленой водки – это вам не шутки. Так ведь и отравить кого недолго. Однако спецы по фальшивому алкоголю чувствуют себя на Руси великой, увы, достаточно комфортно. Вот информация к размышлению. По сведениям Росстата, которые приводит издание «Коммерсант», в этом году производство водки в России, по данным на июнь, сократилось почти на 40%. Участники рынка уверены, падение производства, прежде всего, обусловлено увеличением продаж нелегального товара. Дело в том, что в первой половине этого года в стране были замечены массовые продажи суррогатов. Нелегальные водочные дельцы свое прибыльное занятие любят. Деньги пускают не только в криминальный технологический оборот, но и на организации так называемой «крыши», лучше официально-силовой. Один из таких деятелей получил почти полумиллионный штраф за то, что пытался всучить взятку полицейскому. Теневым бизнесменом оказался гражданин Азербайджана по фамилии Гасанов и по имени Сархан Видади Аглы. Расследование преступлений коррупционной направленности по-прежнему является одним из основных направлений в деятельности Следственного комитета. Так, в текущем году следственными органами Следственного управления по Рязанской области было возбуждено 60 уголовных дел данной направленности. Половина из них уже направлены для рассмотрения в суд и в основном это дела по взяточничеству. Большинство из них уже рассмотрено судом. Так, собранные Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Азербайджан Гасанову Сарханову Ведади Аглы. Он признан виновным в даче взятки. Следствием и судом установлено, что Гасанов в мае этого года был привлечен к административной ответственности за хранение с целью сбыта и избыт спирта, содержащей жидкости. Однако он решил продолжить заниматься незаконной деятельностью, но заручиться при этом поддержкой покровительством находящегося на руководящей должности сотрудника правоохранительных органов. С этой целью Гасанов в обмен на денежные вознаграждения попросил прикрытие у начальника отдела участковых полномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Спасскому району. При передаче ему днем 29 мая в служебном кабинете 15 тысяч рублей Гасанов был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками полиции. Приговором суда Гасанову назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Вернемся к ужесточению алкогольного законодательства Рязанской области. Итак, в эту среду региональный парламент принял документ, запрещающий торговать спиртным в заведениях, которые размещаются в многоквартирных жилых домах, в том числе во встроенных пристроенных помещениях. Спиртное будет продаваться только в стационарных объектах. Также в соответствии с законом, обязательным для предприятия общественного питания, стоит подтверждение соответствия санитарным нормам и правилам, а также техническим регламентам и стандартам. Михаил, наконец-то приняты очередные ужесточения к антиалкогольному закону. Честно говоря, давно ожидаемые. Ваше мнение по поводу того, будут ли они работать эффективно у нас? И насколько это все сработает прямо сейчас? Ну, сразу могу сказать, что принятый в среду 28 числа закон, он был долгожданным, потому что слишком много жалоб поступает от населения, потому что в жилых домах, либо на территориях прилегающих к ним, находятся забегаловки, какие-то заведения, где, в общем-то, народ выпивает. А после того, как он выпьет, у него начинается ажиотаж, он может, извините, испражняться где-то рядом и хулиганить. Естественно, жильцам это… Что всегда практически бывает. Да, да, и это жильцам нравится. Теперь, если говорить коротко, то теперь у нас, возможно, продажа алкоголя в разлив, обращаю внимание, только в организованных, я бы назвал их даже конкретно ресторанах. То есть, теперь мини-кафе, какие-то закусочные, забегаловочки, вот эти. То, что забегаловки – очень точное название. Да, 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 потому что здесь очень тонкая грань такая, надо ее понимать. Если ресторан, то это уже какое-то большое помещение, там уже есть официанты, ну и, соответственно, высокое обслуживание. А в основном вот в разливочные ходят, ну, скажем так, люди, ну, такого, как сказать, низкого сословия, можно сказать. Да, тут все понятно, кто-то, да, да. Да, и, соответственно, им вот приглаждается этот путь. Вот, я считаю, что это своевременно, это в дополнение к тому, что ранее были приняты законы относительно того, что… Это 171-й федеральный закон относительно того, что пиво было приравнено к алкоголю. То есть, раньше пиво как бы можно было в палатках продать, теперь пиво тоже можно продавать только в специализированных стационарных точках розничной торговли. И, опять же, ограничено время. То есть, вот с 11 вечера до 8 утра запрещена торговля. И в совокупности, я думаю, что эти меры, они позволят… Сейчас сложно судить, в какой степени они повлияют на алкоголизацию. То есть, уменьшат, насколько они процентов уменьшат. Но, тем не менее, я считаю, что это существенно. И значимое количество, значительное количество вот этих вот разливочных сократится. Но здесь еще надо не забывать, что есть легальные разливочные, да, где есть собственник, там, индивидуально-предпринимательский, можно говорить, который лицензию должен получить на определенный вид торговли. А есть нелегальные, там, в частных домах, в частном секторе, чаще всего. Ширики, я бы сказал. Да. Вот с ними бороться, конечно, надо. Но там уже надо по-другому бороться. Это уже вопрос правоохранительных органов. А вот когда вот этот закон вступит в силу, или он же вступил в силу с момента публикации, я так понимаю. Ну, через 4 дня он вступил. Ну, а какие-то несколько дней на такие процедуры. Значит, кто будет обеспечивать его соблюдение и следить за этим? Вот будут ли тогда полицейские, ну, вот как-то вот все это дело пресекать? Потому что, сами знаете, у нас в России ничего сразу-то не бывает. Ну, вы знаете, у нас есть административно-технические инспекции. Их полномочия будут, да? Есть, конечно, да, обязательно. Вот. И, естественно, правоохранительные органы, они в силу своих полномочий будут, да? Совместно. То есть, здесь никаких разночтений быть не может. Это не моя компетенция, это не наша компетенция. Мы ничего не можем сделать. Ну, здесь все четко. Просто к тем нормам, ограничивающим продажу алкогольной продукции, просто добавляются еще несколько норм. На этой неделе рязанские полицейские провели свой рейд по частным извозчикам, которых в народе называют бомбилами, рассказывает Глеб Галушкин. Рязанские полицейские регулярно проводят рейды по легковым такси. По словам правоохранителей, участились случаи перевозки пассажиров нелегальными перевозчиками без необходимых разрешений. Впрочем, как отмечают стражи порядка, простой горожанин вряд ли по внешнему виду автомобиля сможет определить, везет ли его законопослушный таксист или же за рулем частник бомбила. Полицейские советуют всегда спрашивать разрешение у водителя машины. Сотрудники МВД проводятся мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил перевозок пассажиров в своих багажах легковым такси. И вот сегодня в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт незаконного перевозка пассажиров без специального разрешения. На водителя будет составлен протокол по статье 14.1.2. Автомобиль будет изъят и помещен на штрафстоянку до решения суда. На сегодня все. Всех, особенно преподавателей, школьников и студентов, поздравляем с наступающим днем знаний. Не жалейте себя на тернистом пути науки. Хотя в нашем богатом народном творчестве есть поговорки на все случаи жизни, отражающие все точки зрения, даже подходящие для нерадивых учеников. Вот, пожалуйста, всю хитрость не изучишь, а себя измучишь. Русская поговорка. Но это не более чем шутка. Учиться надо хорошо, да и все тут. До новых встреч уже осенью в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова